По сути, строительство Мацесинского парка, а это 7 гектаров, начинается с храма. Его каркас готов и монтаж стропильной системы из легких стальных конструкций завершен. Помогают люди. Я особенно на этот момент делаю такой упор, потому что строительство храма – это всегда дело должно быть общее, всенародное. Все должны в этом участвовать. Кто-то деньгами, кто-то руками, кто-то молитвой своей, кто-то каким-то желанием. Освящение и установка купола и креста состоялись накануне Дня памяти преподобного Сергия Радонежского. В честь него и названа строящаяся церковь. Она, кстати, тоже временное строительство большого вместительного храма, планируется в будущем. Мацеста – это душа нашего города, это основа нашего города. И все, что связано с этим названием, наверное, и говорит, что и храм Мацеста будет со временем самым главным. Чем больше святынь, тем лучше считают православные сочи. Тем более, что вдоль Черноморского побережья пролегал путь самых ранних проповедников Евангелия – апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита. А в середине V века и святителя Иоанна Златоуста. На Мацесте это будет уже второй храм, тоже малый, небольшой, но вот сегодня уже с куполом и крестом. Местные жители говорят, здесь давно должен быть основательный храм. Место ведь лечебное, водолечебница для тела, но а храм всегда для души. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok